Девушки отдыхают Он подошел к укулу, вдруг его как затрясет Кто затрясет? Не знаю, да не знаю я Потом он упал Он на меня так посмотрел, у меня ноги подкосились Кто посмотрел-то? Кто-кто, Жора, на нем лица не было Я убежала, там колонки и все Пол бутылки водки пустую пропали Не твои бабки, не мной С тобой тоже разговор проведем попозже А я что, мне сказали ждать? Я ждал, не суетился Динамо крутишь? Как ты мог ни хрена не видеть? Если они у тебя под твоим носом крутились Радугу рисуешь, не бог Ты же меня знаешь, ты Но не было там никого Надо этого ведуна пощупать Явно грохнули этого Жора Кто только и как Куда нам теперь рулить, а? Может, корняку сгонять Ты сядь, как чужие плеши, ноги не суй Я сам решу, кому сбегать Отчего же ты не послал мне телеграмму молнию? Или самокатчика с депешей? Я тебе звонил Но ведь у тебя нет телефона Врёте, товарищ майор Хорошо Я не звонил Не знаю, почему Там не было домино Мы всё обшарили А что было? Обомок штакетника, острый Торчал из земли Теперь дерево, значит Интересно И неожиданно Надо подумать Ты что-то нашёл? Связи наличествуют Связаны жертвы между собой Хрен его знает Профессор истории Фотограф Иделец Все местные Все мужского пола Достаточно взрослые Ты следователь или социолог? Мы завязли Вот в чём дело А тропы плодятся Как грибы Как саранча Как звёзды в полнолуне Ну и какие у нас планы? Этот прекрасный дорогой клуб Охрана Камера наблюдения А патроны Пsk then Камера Ия Камера Вдумать еще раз. Что еще раз? Вот он стоит. Вот он идет на угол. Стоит, ждет. Теперь падает. Почему он пошел именно на этот угол? Там темновато. Я не ясновидящий. Ну, кто-то позвонил. Нас там обычно курят. Хозяин запрещает на территории. Он не курил. Давайте еще раз. Я и так вижу, что это несчастный случай. И слава Богу. А ваше мнение? Не знаю. Странно, он падает. Неестественно. Падает и все. Никто его не толкает. Нет никого. Что это за смаз вот здесь? Можно сделать стоп-кадр? Ну и что? Какое-то пятно. Призрак это ясное дело. Или дефект записи. Это не дефект. Было бы по-другому. Полосы или квадратики. Что же это тогда такое? Похоже на тень. Нечеткое изображение. Я же говорю призрак. Но призрак не может юридически считаться убийцей. Все. С меня хватит. Это совпадение. Он тоже неудачно упал со смертельным исходом. Я не уверен, что он купится на твою идею. Одно дело снимать порнуху. Пусть даже с каким-то сюжетом. Другое дело фильм с бюджетом, с элементами эротики. Нафига ты вообще устроил этот кастинг? Так в договоре это обязательно условие. Запись нужно предложить по факту. Здесь тебе не штаты. Это наша дыра. Здесь нет рынка Гамлетов и Офелий, у которых в анкете написано сыграешь Шекспира или Феллини, да еще после постельных кувырков на фоне дворцовой площади. Наши Ваня и Маша или в постели, или на сцене. Ну и что делать? Ты режиссер. Я продюсер. Я нашел Бакатова Бобика, актерому по переозвучку на языке, договорился об интерьерах. Идея, сюжет актера твоя головная боль. У меня творческий кризис. Он у тебя всю жизнь. Клиент хочет независимый шедевр с элементами эротики. Рожай, воруй, суетись. Снимаем второй Титаник, так я ему сказал. Вот и придумай. Ди Каприо, бабу ему в объятия. Все остальное это мелочь. Георг Томилов проходил по линии Интерпола. Правда, обвинения были сняты. А что такое там было? Перевозка реликвий. Икон, образов картинно-религиозную тематику. Он их чаще всего перевозил в Страсбург. А потом возвращал или дарил музеям. Как возвращал? Получал назад часть выплаченной суммы. Такое бывает у сбалмошных красоток или у психов. Ты понимаешь, что я не работаю в Интерполе? Это информация между двумя затяжками сигареты. Понятно? В общем, он что-то искал и нашел. Я уже удалил два слоя. Не знаю, сколько тут осталось. Но перекрашивался многократно. Меня поджимает время. Я понимаю, но быстрее никак нельзя. Можно все испортить. Я очищу фрагмент на периферии. Если все получится, займусь основной поверхностью. И сколько вам понадобится на то время? Я не ясновидящий. А ясновидящий вам это поможет? В средстве того, что вы хотите увидеть, возможно, конечно, все. Но я лишь реставратор. Я на этом учился и я этим зарабатываю. От себя могу лишь добавить, что чем древнее вещь, тем дольше длится работа. Возможно, неделя, две, три, месяца. Месяцы? Вы с ума сошли? Я устал. Я всю ночь с ней просидел. И ничего по-прежнему не обещаю. Визиты в Страсбург, в Кёйн. Там современно оборудованы другие медлины. Другие деньги. В Кёйн? А если это пустышка? Уфо? С чем я там откажусь? А я вам, дамочки, не верю. На пёски не играйте. Вот он шарик был. А вот его нет. А очень похоже. Мы действительно заинтересованы, чтобы вы разобрались в Гибели Жорж. Чего тут отбираться? Умер бедняга. Суру в нос. Куда не следует. Вы должны найти убийцу. Мы с вами встречаемся уже второй раз. Тогда был знакомый крапик, Сарый Досьёши. Но он такой раз мелкий. Мы поручили выяснить имя владельца. Он узнал. Птицами его и заводил. Птицами убили. Теперь вы понимаете, что таких как птицы много. Я бы не хотел пускать вас к доске. Мы не понимаем, о чём вы говорите. А я объясню. Кто-то из вас отступник за коленевый. Это он или она за доской охотится? Бред. Среди своих поищите. Проваляете человека шарить реликвию. Он находит информацию. Вы его убиваете. Нанимаете нового. Он начинает с новой точки. Это медленно. Наверное. Передайте вашему папе, что я всё равно первую финишу приду. И тогда вам всем конец. Ему тоже. Он знает о нашей миссии. Знает, но не скажет, пока не дойдёт до конца. Что же делать? Ты должна вызвать Ноя. Так сразу? А указания? Если бы я каждый раз напрягала Страсбург, всё до сих пор стояло бы на месте. Как в склепе. Это убийство. А ты, сестра, разве не по обету живёшь? Для чего ты принимала сан? Мы Господу служим, ордену, вере. И если мы не займёмся этим сумасшедшим, он займётся всеми нами.